Не знаю. Я вот обеими руками поддерживаю выдвижение Ксении Собчак. Наконец-то у россиян будут достойные кандидаты. Достойные россиян я имею ввиду. Выбор из подполковника КГБ и ведущей Дома-2, да это просто кристаллизированная суть России. Не до Наполеон и блондинка в шоколаде. Мания величия и пошлость. Никогда низы и верхи еще не были так органичны. Если к этому прибавить, что одна идет по предварительному сговору со вторым, в имитации с заведомо известным концом, так квинтэстенция сегодняшнего дня получается вообще полной. Жаль, конечно, что в этом спектакле не будут участвовать такие замечательные потенциальные президенты, как Леся Рябцева, Светлана Курицына. Я перфекционист, я всегда стремлюсь к целостности картины. Цирк должен быть полным. Яровая, Мизулина, Мединский, Милонов, Валуев, Матвиенко, Поклонская. А над всеми этими президент Ксения Анатольевна. Ну хорошо же, правда? Кстати говоря, при грамотном подходе Ксения Анатольевна может набрать совсем немалый процент голосов. Во-первых, как ни крути, но Ксения Анатольевна однозначно возьмет на себя значимую долю оппозиционных голосов. Возьмет, возьмет, не переживайте. Вы сейчас пошумите, друзья мои, повозмущаетесь, постебетесь, а потом все равно пойдете и поставите галочку за нее. Потому что других вариантов вам просто не оставили. Во-вторых, ее популярность среди прослойки электората зрителей «Дома-2» реально высока. О, не надо их недооценивать, их много. Их очень много. Их миллионы. Десятки миллионов. Недаром эта смесь пошлости, нравственной идиотии и душевного стриптиза была так популярна на протяжении десятилетий. Потому и страна такая, так что кандидат вполне отвечает запросам. Ну и в-третьих, заявленная Собчак стратегия «Кандидат против всех» – вот это, правда, блестящий ход. Вот прямо стопроцентное попадание. Действительно, хотите клоунады? Ну, нате тогда вам мою галочку в квадратике Собчак. История уже знает примеры, как подобным образом мэрами городов становились котики, козлики, собачки и ослики. Так что хайп обещает быть зачетным. Сдается мне, что это будет знатная комедия. Но вот что действительно вызывает недоумение. Блин, все это обсуждается всерьез. Вот лента сейчас на полном серьезе обсуждает эти «выборы» в кавычках. Выборы. Выборы в России, Карл. На полном серьезе приглашаются политтехнологи, продвигавшие Ангелу Меркель, Барака Обаму, Берни Сандерса. На полном серьезе. Будут вбухиваться лямы баксов. Собираться сотни тысяч подписей. Разрабатываться стратегии. Создаваться штабы. Вестись агитация и прочее. Люди на полном серьезе потеряли связь с реальностью. И пошли участвовать в виртуальной имитации с таким рвением, как будто все это происходит за правду. Люди всерьез обсуждают что-то про «выборы». На семнадцатом году правления Путина, который их уже четыре раза по резьбе крутил, как хотел и в пятый, достиг наивысшего пика мастерства в этом своем умении. Вот скажите мне, положа руку на сердце. Вы вот прямо действительно на полном серьезе верите, что если вместо Собчак будет Алексей Навальный, то человек, развязавший три войны, убивающий оппонентов и перебежчиков, строящий власть на приближенных бандитах и убийцах, привязанный международными преступлениями Боингом и гигантскими невообразимыми ердами баксов, действительно, на полном серьезе отдаст вам власть в результате опускания листка бумаги в тумбочку с прорезью. Вы серьезно? Все решаться будет на улицах. Только на улицах и исключительно на улицах. Обычная логика реального мира подсказывает для того, чтобы участвовать в выборах, эти выборы нужно завоевать. Выборы – это не просто голосование. Выборы – это возможность регистрации партий, возможность выдвигаться. Это свободные СМИ. Это равный доступ к средствам массовой информации. Это работающие институты судов, милиции и прокуратуры. Это наблюдатели, в конце концов. Это равное отношение закона ко всем. И только в последнюю очередь, черт побери, честное прозрачное голосование. Ничего этого в России нет. Ни-че-во. О каких выборах вообще идет речь? Точность формулировок «давайте, господа, то, о чем я толдычу годами» – это не выборы. Это очередная спецоперация по сохранению власти узурпатора. То есть алгоритм прост до банальности. Сносим узурпатора. Создаем институт свободных выборов и дальше. Выдвигается кто хочет, кто может, а мы голосуем за того, кого хотим. Казалось бы, да. Но нет. Это еще одно то, о чем я толдычу годами. Искусство – грамотно закрывать глаза. Искусство – всячески стараться не видеть правду. Не видеть реального положения вещей, потому что реальное положение вещей требует реальных действий. А ведь так комфортно в своей зоне комфорта. Нам кинули возможность поиграть в имитацию выборов. Как дураку пивную пробку. Ну что ж, давайте в нее играть и делать вид, что мы не дураки. И пытаться не замечать гомерического хохота, исходящего сверху. От взрослых дядь, хозяев этой пробки. В общем, друзья мои, мораль моя предельно проста. Вы можете выдвинуть хоть Ксению Собчак, хоть Юлию Навальную, жену Навального, хоть Махатму Ганди, хоть Леха Валенцу, хоть Елену Беркову, хоть Лесю Рябцеву, хоть Свету Курицыну результат. Будет один. Царем у вас все равно будет Путин. Играйте, чё? Аркадий Папченко Играйте, чё прежде asked, как Лильофа Аninо. Играйте, чё аркадий по ад driverно. А Moving Go. Продолжение следует...